Ну вот, после безуспешной попытки запустить дрон в Дюссельдорфе, потому что мы это пытались сделать в зоне ответственности Дюссельдорфского аэропорта, мы поехали вон из Дюссельдорфа на юг километров на 30-40 и приехали в маленькую деревню Хитдорф возле Леверкузена. Может быть она даже считается Леверкузеном. На наше счастье никаких запретов полетов в том месте не было и дрон полетел. Этот дрон управляется культом, в который подключается телефон. На маленьком экранчике телефона все было видно, все выглядело просто замечательно. Потом, когда это кино посмотрел на большом экране, в общем нас всех тошнило. Просто так с бухты-барахты кино снимать дроном не получится. Вот эти вот все резкие повороты, это конечно никуда не годится. Вообще этот подарок мне Оля замышляла для поездки в Норвегию. В общем до того как мы поедем в Норвегию надо будет долго-долго учиться снимать красивое кино с помощью дрона. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok За окном ездят автобусы. Интересно, они в микрофон попадут или не очень? Увелика называется Рейн, она очень судоходная, как мы видим, плывут деловые баржи. Ну, в общем, вот еще правила немецкого дрона летания. Над домами летать нельзя. Частными. Ну, частными и многоквартирными. Над линиями электропередачи летать нельзя. В заповедниках летать нельзя. Возле аэропорта летать нельзя. На Грейном почему-то летать тоже нельзя. Очень хочется. Сколько тут высота? А, и, значит, максимальная высота, на которую можно подниматься, это 100 метров. Ну, в программе управления этим дроном можно максимальную высоту ограничить. Вот это, по-моему. Еще не 100 метров. Опс. Это мы куда попали? Ага, одну батарейку мы в Леверкузене вылетали. Батарейки хватает где-то минут на 20-30. Со второй батарейкой мы поехали в начало Дюссельдорфа, в южный конец Дюссельдорфа. И там тоже удалось взлететь. Собственно, за эти 30 километров, ну не 30, 20, Рейн не очень поменялся. Он как был судоходный, так такой судоходный и остался. Что поменялось, так это я. Я немножко борзый стал. И решил полетать через речку. Туда-сюда. На всякий случай пропустил все баржи. Это я вот тут вяжу между небом и землей, и жду, когда баржи проплывут. Или пройдут. Я не знаю. Речные Эти судоходы. Они такие же нетерпимые, как морские, что у них там только говно плавает, а они ходят. Но баржа прошла. Я полетел. Я полетел. Ну и в общем, где-то здесь пульт сказал, что он больше дрона не видит. Поэтому дрон развернулся и поехал домой. Итого он улетел от меня метров на 200. И я так подозреваю, что это ограничение мощности приемника-передатчика, который установил Евросоюз. Потому что во всяких дитихнецивилизованных странах люди на дронах улетают километров на 5. А 200 метров это просто смехотворно. КОНЕЦ В левом верхнем углу картинки видно три наших завода, которые производят облака. Вот такие вот они облака произвели. КОНЕЦ 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 Я научился не очень резко дрон поворачивать. И когда я монтировал вот этот кусочек видео, у меня почти что не тошнило. Это был меня, это наверное ветра Для таких криворучек как я сейчас, в этом дроне есть очень удобный режим, называется Фолумий Ты ему показываешь на экране, где находишься ты, причем ты можешь быть и человечком и машиной Начинаешь двигаться, а дрон за тобой летит, держит тебя в поле зрения И вот мы этот режим испытываем Он конечно прекрасный, но надо не забывать о окружающих препятствиях Например, у дрона есть только датчик какой-то там ультразвуковой или что, которым он под собой щупает, есть там какое-то препятствие или нет А что справа слева, он не знает, если задумавшись о вечном пройти под каким-нибудь деревом, то дрон с радостью в это дерево влетит Вот мы тут как раз мимо дерева проходили, и я очень волновался Но все обошлось Мы его периодически контролируем А еще в немецких правилах полетов дронов написано, что дрон всегда должен быть в поле зрения Это значит, что летать в очках виртуальной реальности, точнее не виртуальной реальности, а реальной реальности на дроне нельзя Вот это дерево слева, про которое мы беспокоились Режим получается замечательным Исключительно для интровертных людей Не надо никого просить за помощь Просто идешь и сам себя снимаешь Ну и примерно здесь батарейка сказала, что она заканчивается и пора дрону садиться Он там с запасом сигнализирует, когда процентов 30 остается Он говорит, что дальше играться не стоит, надо возвращаться домой Ну и у него есть GPS датчик, то есть он может вернуться именно вместо старта Но так как мы от этого места ушли, я его тут просто вручную посадил Собственно вот такой вот был наш первый опыт летания на дроне Думаю, что следующие кино будут интереснее и красивее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok